Андрей, привет! Да, Даш, привет! Твой фильм расскажет зрителям о генерале Николая Матвееве. Думаю, немногие зрители о нем слышали. Расскажи подробнее. Я думаю, даже не то, что немногие, а просто единицы. И это совершенно специфические какие-то знания есть, поскольку в интернете о нем информации практически нет. А если она есть, то надо знать, что искать. Если ты вообще эту фамилию не знаешь, ты о нем, конечно, ничего не найдешь. Поэтому то, что о нем в Тюмени не знают даже краеведы и профессиональные историки, это ни в коем случае им не в упрек. Но у меня вопрос, а как ты нашел эту историю тогда? То есть, на самом деле, это семейная история. И благодаря тому, что семейный архив семьи Матвеевых хранился, вот, можно сказать, в сундуках. То есть, они хранились, начиная с начала прошлого века. То есть, там, первые фотографии даже датируются концом позапрошлого, девятнадцатого века. И таким образом нам удалось выйти вот на эту всю историю. Так уж просто получилось, что двоюродной правнучкой, даже нет, внучкой главного героя Николая Степановича Матвеева, генерала, является моя супруга. Вот, поэтому вот такая вот история и получилась. Чем уникален этот генерал Матвеев? На самом деле, действительно, у нас в Тюмени нет вот этого случая, и не было людей, которые бы родились и выросли в Тюмени. Подчеркиваю, в Тюмени, не в Тюменской области, не в Лутеровской, не в бывшей Тобольской губернии, а именно в Тюмени. Кто бы закончил войну в генеральском звании? Вот этот генерал Матвеев, он единственный. И о нем пойдет речь в картине? Ну, достаточно сказать, если вот о нем вкратце говорить, это то, что он участник четырех войн, это Первая мировая. Причем он окончил школу прапорщиков в Омске, куда мы съездили в свое время, и там поснимали. Он попал сразу же на Западный фронт, ну, там он единственный и был Западный. И, соответственно, так по времени получилось, что вот 16-летний молодой человек попал сразу в Брусиловский прорыв. То есть он ходил в штыковую атаку во время Брусиловского прорыва. Брусиловский прорыв – это единственный, пожалуй, чем можно было гордиться во время Первой мировой войны, успех русской армии. Вот, потом он вернулся в Тюмень, некоторое время здесь снова с родителями прожил, и дальше его судьба просто вот, ну, достойно художественного фильма. Там можно спокойно представить, как Михалков его судьбу экранизирует. Нет, на самом деле все это, там настолько все закручено. Ну, а ты об этом расскажешь, не хочешь сейчас секреты, да, все раскрывать интрибуешь? Ну, я вот знаю одну интересную подробность. У Николая был брат Виктор, который был адъютантом Колчака, Белая гвардия. И при этом брат Николай, он генерал Красной армии. Как вообще такое возможно? Мне казалось, что вот те, кто какое-то отношение имели вот к Колчаку, к Белой гвардии, всю их семью потом просто в труху не давали. Да, эту деталь в фильме мы, естественно, обсудим с разных совершенно сторон, потому что там есть противоречия в официальных документах, которые, ну, биографические данные, которые были в личном деле Николая Степановича Матвеева, и той биографии, которую он писал уже после войны, когда можно было праздновать День Победы. Он начался праздновать снова его в Советском Союзе в 65-м году. В 67-м году, видимо, там, Министерство обороны всех генералов просило оставить свои автобиографии, и они их оставили в музее артиллерии, войск связи и инженерных войск, которые в Петербурге находятся. Вот здесь как раз мы подходим к тому, что ради этого фильма ты ездил в командировки со съемочной группой. А какими еще художественными средствами вы воссоздавали ту эпоху? Потому что это очень сложно визуализировать то, что происходило сто лет назад, а для зрителя важно. Да, ну, на самом деле, конечно, у нас с видеоматериалом по поводу самого Николая Степановича были вполне естественные проблемы, поэтому мы как могли использовали реконструкции. То есть Николай Степанович, он руководил штабами нескольких фронтов, то есть он был начальником связи фронта 4-го украинского, 2-го украинского, и, соответственно, командующие фронтов через него связывались со Сталиным, вернее, Сталин через него связывался. Да, и там есть такая уж один ответ, я раскрою один секрет этого фильма, то есть когда при общении, как сам Николай Степанович говорил впоследствии, по словам родственников, он никогда с Сталиным лично не общался. Но практически там через день общался по телефону, и Сталин коверкал его фамилию, говорит, товарищ Матвеев. Да, вот, то есть вот это мы попытались... Реконструкция, графика, какие-то документы, хроника, естественно, все, что есть в хроника, относящиеся к войскам связи. Без войск связи победы точно совершенно не было, мы обратим внимание на некоторые моменты, о которых, может быть, не все знают. Так, ну, это будет очень интересно. Расскажи, когда премьера? Значит, премьера будет у нас 16 декабря в 16 часов в конторе пароходства. Легко запомнить, и потом на тюменском времени, наверное, в декабре. Да, и потом на тюменском времени, в декабре, о чем мы дополнительно еще сообщили. Спасибо большое, мы будем ждать и обязательно смотреть такой интересный фильм. Спасибо за приглашение, я думаю, да, будет очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!